Рассказать о проделанном за прошлый год и поговорить о проблемах насущных пригласил общественников депутат Московской областной думы Сергей Двойных. Начали с системы здравоохранения. Депутат отметил, что за последние 4 года в окружную медицину вложено денег больше, чем за предыдущие 15 лет. Порядка 2 миллиардов рублей, не считая строительства роддома. При том, что объемы проводимых работ, конечно, достаточно большие, но при этом надо честно говорить о том, что еще не до каждого учреждения дошли руки. ЦРБ, огромная площадка, которой занимаемся уже плотно 5 лет, но все равно, заходя в очередные корпуса, ты видишь, что там еще работа действительно непочатый край. Из достижений прошлого года – открытие 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов и завершение капитального ремонта в половине амбулаторий округа. Оставшуюся половину планируют отремонтировать за следующие 3 года. Затронул депутат и тему – долгострой школы на Владимирской. Объект держит на особом контроле. В еженедельном режиме его инспектируем. На следующей неделе будет большое выездное заседание вместе с представителями еще и Минстроя. Тут приложим все усилия. Я на сегодняшний день каких-то глобальных проблем не вижу. Задача, чтобы 1 сентября уже, естественно, дети пошли. Обсудили и областную программу капитального ремонта домов культуры. Нашему округу удалось войти в нее с тремя учреждениями. В течение двух лет приведут в порядок дома культуры в Пересвете, Римаши и Краснозаводске. Дом культуры «Юность» в Березняках также мечтает попасть в программу. На сегодняшний день я бы вас о чем попросила. Вот вы сказали о деревянных окнах. Вот очень хочется тоже деревянные окна нашего сельского дома культуры заменить на пластиковые. Мы с вами эту работу начали. Вы в прошлом году нам выделили деньги. И у нас уже сейчас все, в общем-то, некоторые кабинеты просто прекрасно выглядят. И тепло стало. Экоактивисты округа пожаловались на проблему с загрязнением реки Кончуры, силами волонтеров, которую не очистить. Туда идет очень много стоков поверхностных. И стоки в том числе и коммуникационные, без очистки с частного сектора. И стоки какие-то промышленные. И стоки, опять же, по услухам, какая-то неподтвержденная есть информация, что из многоквартирных домов есть слив, потому что КНСки не справляются. Депутат обещал проработать вопрос о вхождении Кончуры в областную программу по очистке малых рек, а также учесть все просьбы о дополнительном финансировании. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко, программа «События». Продолжение следует...